Как велика Твоя милость О, Господь, как ты плак, как велика Твоя милость О, Господь, как велика Твоя милость О, Господь, как велика Твоя милость Так и среди живущих на земле И нет никого, кто мог бы противостать руке Твоей И сказать Тебе, зачем Ты это сделал Мы славим Тебя, Всемогущий Мы славим Тебя, Вседержитель Утверждай на этой земле то, что Ты запланировал Утверждай царствие Твое И делай несравненно больше О чем мы помышляем Что мы просим Да придет царствие Твое И да будет воля Твоя И на земле, как и на небе О, мы славим Тебя Ибо Твое царство Твоя сила И Твоя слава Во веки веков Амин 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 Подарите Ему большую-большую славу Амин Халилюй Халилюя, 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 халилюя О, драгоценный Господь Помазывай Слово Твое О, пусть сердца наши будут открыты Проговори нам в это утро Укрепи тех, кто слаб Пусть самый слабый скажет, я сильный Пусть бедный скажет, я богат Пусть придет восстановление и утверждение, Господь Мы не хотим каждый день слабеть и слабеть Мы хотим каждый день становиться сильнее и сильнее Мы не хотим быть ограбленными дьяволом каждый день Мы хотим каждый день грабить дьявола и опустошать опустошителя Поэтому делай нашу жизнь богаче Делай нашу жизнь стабильнее каждый день Делай наши позиции твердыми Помоги нам делать твердым свое и звание, и призвание Чтобы свободно открылся вход В вечное царство Господа нашего Иисуса Христа И это слово, могущее спасти наши души Пусть прозвучит сегодня в помазании, в силе Твоей Мы просим Тебя об этом Служи нам в этот день во имя Иисуса Я связываю всякий контроль на этом месте Я связываю дух сна, дух усыпления И приказываю Тебе, дух Антихриста Убирайся вон и не препятствуй народу Божьему Прикасаться к откровениям Во имя Иисуса я посрамляю все Твои планы Дьявол, убирайся вон во имя Иисуса Христа Пусть придет свобода, пусть придет жажда Пусть придет страсть прикоснуться к Тебе, к мудрости Твоей Пусть придет дух веры для того, чтобы побеждать И преодолевать все в этой жизни Исполняя волю Твою на этой земле Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса И весь народ Божий сказал Аминь, будьте благословены, сидитесь Пусть придет страсть прикоснуться к Тебе Аминь, будьте благословены, сидитесь Пусть, Ты истина, Ты жизнь О Иисус, мы любим Тебя Открой нас, открывайся нам еще больше, еще глубже О Дух Святой, затронь каждого человека Ни одного не оставь равнодушным Пробуди нас, Господи Разбуди нас, сделай нас свежими, сильными Мы просим во имя Иисуса Христова Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Давайте откроем, братья и сестры Отверсим Пару месту священную писанию Пару месту святой вас ракстов Первое место это 1. Коринфиным 10. 1. Коринфиным 10. 1. Коринфиным 10. 12. стиха 1. Коринфиным 10. 1. Коринфиным 10. 10. 12. 13. Посему Тадель Кто думает, что он стоит Берегись Чтобы не упасть Вас постигло искушение Не иной, как человеческое И верен Бог, который не попустит вам Быть искушаемыми сверх сил Но при искушении даст И обликчение Так, чтобы вы могли перенести Второе место Последие к Римлянам 2. Коринфиным 10. 8. Глава 8. Нодај 26. 28. Панц Римлянам 8.26 Так же и дух Подкреплёж Подкреплёж Нас Внимащих Наш Нас Полегая Мус Неспэк Притом знаем, что любящим Бога Призванным по его изволению Все действует как блага 31 Что же сказать на это? Если Бог за нас Кто против нас Тот, который сына своего не пощадал Но придал его за всех нас Как с ним не дарует нам и все Кто будет обзинять избранных Божьих Божьи 35 Кто отлучит нас от любви Божьей Скорб Или теснота Или ганение Или голод Или опасность Или меч Как написано за тебя Умиршляет нас всякий день Шитает нас за вец Обреченных на заклание Лидзи к кауямам авим Но все сие Придаливаем силу Возлюбившую нас Тема проповеди Но все сие Мы придаливаем силу Возлюбившую нас В этих двух Достаточно емких местах Священного писания Открывается реальность Кристианская жизнь Вера Далека от иллюзий Вера Это реальность А реальность такова Что Иисус никогда не обещал нам Романтики Иисус никогда не обещал Легкой жизни Иисус никогда не обещал нам Иллюзорного счастья Иисус Открывает нам Суровую картину Реальной жизни Где есть дьявол Где есть предатели Где есть болезни Где есть голод Нагота Меч Где есть враги Которые тебя люто ненавидят Но это не вся реальность Это половина реальности Другая реальность заключается в том Что реальный Бог Поможет нам в реальном проклятии Утвердить на этой территории Реальное благословение Реальное исцеление Реальное освобождение Реальное царство Божие Амен Мы не одеваем розовые очки И мы не убегаем от фактов Мы смотрим им в глаза Если это меч Мы не говорим Это погремушка Если это рак Мы не говорим Это простуда Если это дьявол Мы не говорим Ветерок Сквозняк Мы вещи Называем Своими именами Амен Чем отличаются Чем отличаются Просто голые Оптимизм От веры Оптимист это человек Который старается не замечать Негативных вещей в своей жизни И это популяризуется И очень многие психологи говорят Ты должен быть оптимистом А что такое оптимизм Оптимист это человек Который старается не замечать Ничего негативного в своей жизни Болезнь есть Я ее не замечаю Дьявол есть Я не замечаю Грех есть Я не замечаю Я стараюсь придумать себе Иллюзию позитивизма И оптимисты по сути своей Игнорируя реальность Негативных вещей в жизни Они не способны бороться С этим Из-за того что оптимист не замечает Негативных вещей в своей жизни Они не перестают существовать Это не пасстай эксистент Вы со мной? Оптимисты Повторяю мысль Из-за того что оптимисты Стараются Игнорировать И не замечать Негативные вещи Меч, нагота Придаться Одиночество Меч, одиночество Придаться Они перестают существовать И эти все враги говорят Ну если ты нас игнорируешь Мы тебя не игнорируем Ты будешь оптимистом До тех, кто пока мы тебя не сожрём Потому что оптимизм Без веры Не способен бороться С этими Привратностями жизни Поэтому вера Это нечто большее Чем оптимизм Слышите? Вера это реализм Вера в отличии оптимизма Видит все Вера В отличии от оптимизма Видит полную картину И минусы И плюсы И банкротство И процветание И более того Не просто видит Имеет способность Преодолевать И контролировать ситуацию Аминь Оптимист Рассчитывает только на себя Я такой весельчак Я могу там анекдоти травить Когда у всех дурное настроение Но анекдотами ты ничего не исправишь Ну вот он умирает Гниет от рака Ты ему пару анекдотов рассказал Бальному стало легче Он перестал дышать Круто Помог? Друзья Слава Богу Что наш Иисус Христос Не лечил анекдотами И не уводил людей От реальности Он показывал людям реальность И разрушал дела дьявола И реально давал людям От слабощения от бесов Исцеления от болезни Слепым давал реальное прозрение И бандиты каялись А проститутки становились реальными евангелистами Вот она реальность вещей Не просто ходить розоваячки Я не вижу Ни проститутки, ни коррупции Я не вижу ни религиозных бирзов Христианных их нет Стараюсь не замечать Эй Сними розоваячки Посмотри на жизнь Как таковую Вот она Неприкрытая реальность Вот она Неприкрытая действительность Вот христианство Крестетива Которая Бог создал И оно выглядит не как Аскетизм, монашество И отшельничество Мы уходим из мира Потому что Видите, мир не соответствует нашим понятиям Мир мешает нам веровать в Богу Мир мешает нам быть святыми Мир мешает нам исполнить волю Божью Эй, может быть на другую планету Всех христиан собрать? Они и ту ее осквернили бы Господь сотворил христианство Не для пустыни Господь сотворил христианство Для столичных городов Господь сотворил христианство Чтобы они были в эпицентре Всех событий Как свет для просвещения Всех язычников И славу Божью для всех народов Вы со мной? Мы не убегаем от реальности Мы идем навстречу И мы с вами прочитали Что Кто отлучит нас от любви Божьей Первое, с чего начинается Кристианство Первая мысль Моя проповедь Воспринимай жизнь Как таковую И не придумывай ее Не питайся иллюзиями Иллюзии погубят тебя Если ты оптимист Это хорошо Но это недостаточно Оптимизм не поможет Тебе поможет вера Потому что оптимизм Это некий вид Иллюзорности Это некий вид Заблуждения Потому что Игнорировать Негативизм Это значит Очень серьезно ошибаться Тебе говорят У тебя уже Симптомы Раковой болезни Я игнорирую Ну отлично Игнорирую От твоего игнора Ничего не поменяется Мы противостоим Дьяволу Не тем Что мы его игнорируем А мы противостоим Твердая вера Имея все оружие Божие Для того чтобы Разрушать его дела И посрамлять его Амин Нам не поможет Голая оптимизма Нам поможет Оснащенная вера Как таковая Амин А вера Предполагает Во-первых Наше отношение С Богом Мы все Ставим сейчас На позиции Ставим фундамент Мы знаем Бога Который любит нас Ты можешь Многих откровений Не иметь Ты можешь Не до конца Разбираться В христианском Правительстве Ты можешь В теократии Разбираться До конца Ты можешь В финансовых Вопросах До конца Но разбери Самым главным Все мы Преодолеваем Силой Возлюбившего Нас Христианство Имеет Потрясающее Преимущество Над всеми Другими людьми Тем Что в церкви Прибывает Сила И не просто Абстрактная Сила Просто вот Такая энергетика Это сила Возлюбившего Нас Послушайте Сила Божьей Любви Это то Чего нету Ни в одной Человеческой Организации Друзья Сила Любви Это то Что Прокидывает Просто Полностью Любые Все Царства Любовь Ревнила И поэтому Если Бог Любит нас Он ревнует Когда кто-либо Прикасается К нам Болезли Мечли Несчитали Дьяволи Люди Тот Кто любит Он всегда Ревнует Поэтому Сила Возлюбившего Это двойная Сила Это сила Любви И вдвойне Это сила Ревнует Амэн Поэтому Мы с вами Должны знать Это Вера Не уповает На себя На свои Мозги На свое Сердце На свою Психологию На свои Способности Мы Вообще Ничего Мы Уповаем На Господа Мы Уповаем На Господа Многие Люди Вообще Не Разбираются Потому что Религиозные Церкви Не Уповают На Господа Они Уповают На себя Поэтому Они Дерутся Между Самому Поэтому Там Грязня Поэтому Там Политика Столько Всякого Нечестия И они Боятся За себя Мы Вообще Никого Не Боимся Потому что На нашей стороне Тот Бог У которого Нет Конкурентов Если Бог За нас У нас Один Только Лозунг Самое главное Будь убежден Что Бог За нас Кто Можете Сейчас Поднять Руку Я точно Знаю Что Бог Не против Меня А Бог За меня Вот Друзья Вот Он Краеугольный Камень Нашего Позитивного Мышления Если Бог За нас Кто Против Нас Я на всех Буду Смотреть Семи Закай Вы Микроби Амеби Туфельки И то уже Разделенные Уже Каблуки Отлетели И вы Еще Против Нас Да Господь Чехнет И от вас Ничего Не останется Господь Сплюнет И вы Утонете Господь Махнет Рукой И от вас Ничего Не останется Если Бог За нас Кто Против Нас Ты можешь Закричать На это Халилю Мы Больше Чем Оптимисты Мы Реалисты Один Великий Муж Сказал Все В мире Призрачно Одна Смерть Реальна У каждого Своя реальность Мы говорим Все в мире Призрачно Один Христос Реален Реальность Дающие Жизнь Разрушающие Теладь Диавр И помогающие нам Проходить Через все Штормы Через все Пури И через все Изкушения Через все Изкушения Через все Изкушения Через все Изкушения Я пройду Силой Возлюбившего Меня Я не хочу Признать Никакую Другую силу Я не хочу Признать Никакую Другую силу Просто Сила Изцеления Сила Ходатайства Я хочу Знать Силу Возлюбившего Меня Иисуса Христа Потому что Любовь Это совокупность Всех совершенств В любви Нет страха Вот почему Эта сила Потрясающая И побеждающая Любовь Не превозносится Поэтому Это сила Скромности Это сила Нашей красоты Нашего благородства В любви Засредоточено Все абсолютно Что нужно Бог есть Любовь И поэтому То что касается Его царства Его всех достоинств Оно сокрыто В одном слове Сила Возлюбившего Если я имею Какую-то силу Это доказательство Что я возлюблен им А если я знаю Что я возлюблен им Я могу все В этом мире Я не одинок Я не сирота Я не брошенный Я не просто Какой-то там Приемыш Я законно Рожденный сын В Божьей семье Я не адаптированный сын И он не отчим Он мой отец Он любит меня Пусть это откровение Никакой черт Не украдет Из твоего сердца Потому что Чао похищает Когда он украдет Это откровение Все Ты остался один Тебя можно уничтожать Болезнями Одиночеством Тебя можно уничтожать Слухами Мухами Всяким Бредом И тебе просто За пояс заткнуть Не составляет Никакого труда Но если знаешь Что меня любит отец Я пойду к отцу Если меня кто-то обидит И вам тогда Не поздоровится Если он за меня Кто против меня Больше моего отца Никого нет Кстати Иисус Аргументировал Свою позицию Именно этим Он говорит Отец Все держит в своих руках Из этих рук Никто не похитит Аминь Сила возлюбившего Вот наш аргумент Сила возлюбившего Вот мое основание Сила Выжить Это потому что Бог любит Сила для проповеди Это потому что Бог меня любит Сила прославления Это сила возлюбившего Сила молитвы Это сила возлюбившего Друзья Как приятно понимать что вера, движимая любовью, это прекрасная сила возлюбившая. И нам нужна сила. И Павел заявляет, он говорит это очень конкретно, что мы все преодолеваем. Вот нет ничего, чтобы мы могли не преодолеть. Любовь в совокупность совершенства. Любовь изгоняет страх. Любовь нищет своего. Любовь утверждает владычество Господа в нашей жизни. Пусть это откровение всегда будет у тебя фундаментально. Следующая мысль, друзья. Изкушение. Это как тени, которые сопровождают нас. Скажи, изкушение. Это штука такая неприятная. Это такая вещь не очень желанная. Но неизбежная. Существуют разные виды изкушения. Есть такие изкушения, которые Бог запланировал. После Кришения, Вердания, Иисус Христос был Духом веден в пустыню для изкушения от яла. Есть вот такие вот изкушения, которые Господь запланировал для испытания. Для того, чтобы переплавить. Это один вид изкушения. Существует другой вид изкушения. Это само изкушение. Я бы так назвал. Когда человек увлекается и обольщается собственностью, собственной похотью. Но каждый изкушается, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. То есть это не Бог не запланировал изкушение. И никто из посторонних не запланировал изкушение. Человек сам изкушается. Так же, как скорпион сам себя жалит. Так вот иногда наш собственный грех, наша собственная похоть нас жалит. Есть такие изкушения. А есть изкушения человеческие. Именно вот о человеческом изкушении я хотел бы сегодня и поговорить. Это изкушение, которое ни Бог не запланировал, и ни ты не запланировал. А запланировал твой друг. Или твой враг. Хотя это понятие относительно. Эти роли могут меняться вообще-то очень быстро. Тот, кто сегодня друг, может быть завтра враг. А тот, кто сегодня враг, он завтра может друг. Хотя иногда бывает и не друг, и не враг. А так, брат. Во Христе Иисусе. И вот об этом вот сорте, или об этом вот разряде искушения, которое называется человеческое, мне бы хотелось и поговорить. с позиции того, что мы верующие люди, с позиции того, что Бог на нашей стороне, и когда ты знаешь, что Бог на твоей стороне, а на твоей дороге встает человек, перестань плакать, перестань ворчать, ты все победишь. Первое место, которое мы с вами прочитали, звучит так. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение. Вы понимаете, в чем искушение заключается? Искушение иногда заключается в том, что наша иногда самооценка не соответствует действительности. Смотрите, предупреждение, как бы, знаете, красная лампочка загорелась, и говорит, стоп, внимание, повышенное внимание. Кто думает, что твоя машина на паркинге, ну, ты должен в этом убедиться. Потому что иногда думаешь, что машина у тебя на месте, а выходишь, булав уже нема. Мало ли, что я думаю, кто думает, что он стоит. Как муж иногда, вот рассчитывает на ночь, такую бурную ночь провести, и думает, что он стоит. Берегись, чтобы не упасть. Все срывается. Иногда бизнесмен думает, что у него бизнес стоит. А начинает что-то проводить, а там вялотекущая шизофрения. Понимаете, мало ли, что мы думаем. Если бы от наших думок что-то менялось. Но иногда бывает, как дурень думкой богатеет. Вот у него яйцо, вот цыпленок теперь будет, потом это курица, потом 10 яиц, а потом барана куплю, а потом вот барашки пойдут, лошадь куплю. А его друг говорит, а можно я прокачусь на лошадь? Я тебе как дам сейчас, не дам тебе кататься. Нечаянно яйцо упало, разбило. Ни лошадей, ни баранов, ни курей. Как молодежь говорит, нифига не осталось. Кто думает, что он что-то имеет, проверь, на самом деле, соответствует ли это действительности. Амин. Потому что то, что иногда стоит, как нам кажется, оно на самом деле может упасть. Поэтому надо проверять. И смотрите, я не говорю о том, что здесь полнейшая иллюзия. Я не говорю о том, что Павел здесь, ну просто, ну решил так поиздеваться над нами. Мы в самом деле можем стоять. Но, понимаете, против тех людей, которые прочно стоят в финансах, помазаниях, служениях, всегда появятся недруги, которые пойдут на пролом, чтобы тот, кто стоит, чтобы он упал. Вы понимаете, когда люди падают? Люди падают в искушениях. Искушение это и есть та среда или та обстановка, когда тот, кто стоит, он падает. Поэтому для того, чтобы иметь гарантии, что ты не упадешь, ты должен быть готов к искушениям. И в искушениях ты должен защитить свою позицию, стоящего твердо на своих ногах служителя Божьего. Мы должны отстаивать позицию, не просто думать, все нормально. А это будут соревнования. Я золото возьму в легкую. В легкую ничего никогда не достается. Там будет меч, нищета, голод, предатели. Там будет такая волна. Потому что дьяволу не нравится то, что ты стоишь. Дьяволу не нравятся те люди, которые верят свою Богу, стоят на краеугольном камне. дьяволу гораздо больше нравится, когда все лежат, стонут, спят, ничего не делают, ленятся, крыша течет, там крапива выросла. Посидите, полежите. Мне нравятся бедные, нищие и несчастные люди. Но те, кто стоит, те, кто чувствует на себе ответственность, мы должны защитить позиции победителя. Потому что против тех, кто стоит, идет волна искушений. Искушения разные, как мы сказали. Или это переплавка от дьявола. Дьявол искушается. Это дьявольское искушение. Иногда смотришь, внутри такая зараза проснулась с самого искушения. И вдруг, ну тебе позавидовали. Понимаете, тот, кто стоит, то есть имеет успех, он всегда будет объектом защиты. И вокруг тебя найдется сотни, сотни завистников, которые будут говорить, куда там стоит. Смотри, как это. И ты будешь чувствовать, что у тебя на пути стал человек, который строит козни, и вот это называется измерение человеческой искушения. кто понимает, о чем я говорю. Так вот, почему эта зависть поднимается? Потому что это человек, послушайте, я хотел бы четко отделить сегодня этот разряд искушений, чтобы мы не сможем, это не дьявол не делает, это не ты делаешь, это человек делает. Если Павел называет, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, подчеркните в своих Библиях, 1 Коринфянам 10, 13, написано, не иное, как искушение, как человеческое, подчеркнуть, это не дьявол, это не ты, это человек. Вот у человека, знаете, человек к тебе относится, либо хорошо, либо плохо. Так вот, когда тебе человек, это не дьявол, не надо там гнать дьявол, это чисто человеческие отношения. И, когда человек к тебе имеет негативное отношение, когда он тебя завидует, и когда он предпринимает все абсолютно необходимые действия, чтобы подсечь тебя, чтобы бросить тебя, чтобы ты стал, как все остальные. Здесь мы должны понимать некоторые вещи. Послушай, это такая ситуация, когда мы даже не знаем, о чем молиться. Вот просто возникает человек, и он тебе, как шип в теле. Вы понимаете? Вот в последнее время у меня один из таких шипов на таможенной, вот в аэропорту в Латвийском. Однажды мы приехали, как выглядит это искушение, это искушение, Вот мы приехали. Вот возникает иногда личная какая-то неприязнь. Просто вот человеческий антагонизм, вот неприязнь. Мы приехали с двумя чемоданами, пройдите, пожалуйста, вот на спецконтроль. Пришли. Открывайте чемодан. Я говорю, а в чем дело? Вот все идут. Знаете, никого не проверяли, только нас. Обидно понимаешь, да? Весь самолет прошел, никого. Мы с отпуска возвращались. Слышите? Просто вот, чемодан. Пройдите. Мы будем проверять. А я говорю, а что вы здесь ищете? Это у нас закон. Я говорю, почему, у вас всех проверяют или выборочно? Выборочно. Я говорю, если нравится, пожалуйста, проверяйте. А чувствую, что, знаете, когда человек приходит, у тебя внутри головы, ну неприятно. Я дома так давно не был, и у меня портик нервы прямо на границе. Окей, проверяйте. Он говорит, если будут новые вещи, вы будете налог платить. Я спрашиваю, а что такое новая вещь? Новая вещь, это вещь, которую ты купил в течение месяца. Простите. Это как? Я даже одел, за нее тоже надо платить? Да. Вот в наглую. Человек, знаете, это называется искушение человека. Вот бредит. Смотрит в глаза и бредит. Где закон такой? Вам не нравится? Я могу полицию... А-а-а. Хорошо, что рядом со мной был Вадим приведен. В искушениях хорошо, когда двое, лучше трое. Ну что, когда у одного нервы сдают, то второй поддержат. Как? Вот костюм, я его одел, и я уже за него налоги должен? Да, у нас такой закон. Где ваш этот закон? Вы знаете, все уже прошли, нас встречают в аэропорту, а мы вот этим искусителям вот разбираемся полчаса, час. Пожалуйста, проверяйте вещи. Открыли чемодану. Знаете, когда с отпуска возвращается, обязательно есть один чемодан с грязным бельем, и мужским, и женским, и женским. Пожалуйста, открывайте, мы открыли, если он хочет вискушение вести, мы его ведем вискушение. Мы его ведем вискушение. Пожалуйста, если вам интересно, что такое эти, я не буду называть вещи, пожалуйста, проверяйте. Причем все юзанные, я смотрел, думал, что такое человек, который не знает, что он делает. И вот, вперед, вперед, еще оденьте, будет плохо. Я понимаю, что я не имею права это говорить. Это может говорить человек только, который в искушении. Проверяйте, что вы там ищите? Я говорю, что у вас на водка? Что у нас наркотики? Если вы так выборочный, уже мы как бы под подозрением или как? Они говорят, вы слишком часто ездите, откуда у вас деньги? Я говорю, вот интересный вопрос, а вы кто следователь? А я что, судимый или как? Это что, уголовное дело уже началось? Или почему я вам, таможеннику, должен объяснять, вообще, почему я так часто езжу? Я пастор, вы же знаете об этом. Вот именно поэтому я и буду вас подозрением. То есть, я вам хочу вести в атмосферу человеческого искушения. Я думаю, вы наверняка сейчас могли свое собственное вспомнить, когда ты вот видишь, или идиот это, или таможенник. Кто это такой? Это искуситель. Потому что, когда человек тебе либо забит, не поймешь, что им движет, у него переклинивает, и он ведет себя просто, просто по-страшному, нелогично. Вы знаете, он перетрес все это грязное белье, даже без печати. Я там еще, вот говорю, у меня остались там. Посмотрите, может там в шаринке что-то еще спряталось. Поверьте, обязательному. А он чувствует, что я уже начинаю прикалывать. А вот этот сарафан, это уже до Ольгиного чемодана дошло. Сколько он стоит? Сколько он стоит? В искушении уже вовлеклась жена. Как? Мне подарили, я не знаю, сколько он стоит. Ну, тогда ценник надо взять. Вы что? Вы понимаете, что существует такая вещь, как распродажа. Как здесь с этим быть? Или в Латвии нет распродажа? Ну, эта вещь может стоить 700 долларов, а после уценки она может стоить 150 долларов. Как здесь ценить? Какие налоги платить? Вы знаете, ну это просто. Ты стоишь и чувствуешь, что он издевается. Просто издевается. И главное, чтобы удержаться. Сразу надо вспоминать первое коринфи, 10-13. дело, когда человеческое искушение постигает. Мы не знаем, о чем молиться. Я уже стал молиться. Типа, дьявол, умри и засохни. Вроде чувствуешь, не катит. Я связываю тебя, и ты пожалеешь, что ты мой чемодан взял. Не катит. И мы прочитали римлян, восьмая глава, мы не знаем, о чем молиться во время человеческого искушения. Но Дух Святой все знает. Поэтому это время лучше. Пойдешь в сторонку, пока он копошится в этих тампаксах и грязных тряпках. Возьми и помолись. Ты че колдуешь? Не твое дело. Надо позволить Духу Святому в это время, чтобы он где-то внутри тебя совершенствовал за святых по воле Божьей. А Дух Святой знаете, о чем будет святым? Ходатайствовать, чтобы мы не упали. Чтобы мы не упали. Чтобы мы устояли. И знаете, чем это все законно? Я потом расскажу. В этом стихе написано, что Господь не даст быть искушаемым сверхсилом. Это вторая мысль. Слушайте. Я думаю, вы понимаете, что человеческое искушение это искушение, происходящее от человека, который к тебе имеет просто негативное отношение. И он старается тебе ну везде повредить, сбить с толку. Вторая мысль, что Господь контролирует ситуацию. Запомните это. Любая ситуация искушения, она под Божьим контролем. Бог контролирует и не даст тебе быть искушенным сверхсил. сверхсил. Это не такая уж страшная ситуация, чтобы ты там легкостьми. Это пук-пук и проветривость. Поэтому тебе не надо там драматизировать. И дальше, и при искушении Господь даже дает облегчение, почерпнуть это слово. Здесь три мысли, человеческое искушение. Раз. Второе. Сверхсилы Господь тебя не будет грузить. И третья мысль, облегчение. Ты даже в туалет еще сходишь. Облегчение. Во время искушения Господь обязательно даст тебе облегчение. Скажи облегчение. И когда ты оттуда будешь выходить с облегчением. Понимаете? Господь не заинтересован, чтобы во время искушения мы внутри тебя и во время искушения разорвались на части. Не выдержал брат. Разорвало на квачке. Мы проиграли тогда. Господь обязательно дает облегчение. Как выглядит облегчение? Когда Дух Святой ходат за нас воздыханиями и неизречениями, Дух Божий подкрепляет нас в немощах наше. Друзья, должна быть духовная подпитка. То есть самое главное, если ты стоишь, не забывай молиться. Знаете, хотя молиться меньше всего хочется. Давайте быть честными. Во время искушения молиться не хочется. Кто со мной? Тот герой. Но из-за того, что нам во время искушения молиться не хочется, это не означает, что мы не должны молиться. Вот как раз в этот момент мы должны где-то внутри зацепить этот крючок. Пожалуйста, избавь нас от этого урода. Вы знаете, это искушение дошло до посольства Соединенных Штатов. Потому что когда докопались до этого ноутбук, ну вот компьютеру, laptop, он говорит, это новый, он говорит, я уже на нем работал, все равно новый. вот если вы мне не отдадите, я полицию вызову. Знаете, совершенно человеческие могут иметь множество оттенков от легкого кипиша почти до криминальных оттенков. И он говорит, я полицию вызову. Если вы полицию вызовете, я сейчас в посольство штатовское позвоню. он подумал, что Вадим шутит, он говорит, я не шучу, дайте мне телефон. И представляете, в штат, посольства Соединенных Штатов звонят в главное таможенное управление. И оттуда уже сверху господину говорят, что ты там зател, что уже международный скандал развивается. Скандалы сакас. Представляете себе? Вас постигла изкушение, не начи как человеческое. Господь не дас сверх силу и облегчение дас. Когда был звонок из посольства, это как хулиганы, пока никто не видит, что можно издеваться, что вы можете проверить, что вы проверять, тебе говорить, все будете платить, когда оттуда только нормальные люди позвонили, закройте это дело и успокойтесь. Ладно. А те, а что же мне делать теперь? Я должен теперь перед начальством отчитаться, что же оно творилось. Так вот отчитывайтесь. Это вообще ваши проблемы. Вот объясните, что у нас есть закон, который позволяет нам отдельных людей править. все вы нам говорили, вот своему начальнику сгоди. Вот и все. Вис. Не 80 лати. И вис. Ай, ай, ай. Что такое человек? Ну, человек? Усирус. Да не пакалюс. Но не пакалюс. 70 лат. Ах, какой цель 70 лат? Вином, морально ущерб должны деньги платить. Нет, да я говорю тоже христианин, во концовке вышло, что он христианин, поэтому я не верю, сейчас я тебе докажу, открывает сейф и достает, что вы думаете, не Корану, а Библию, я тоже знаю, здесь знаете, все надо учить, послушайте, если вы знаете Библию, вы должны знать, что к священникам у вас должно быть нормальное и доброе отношение, почему вы ведете себя по отношению к священникам, к криминальным людям, как будто здесь бандиты перед вами, ну а что ж теперь делать, я бы сейчас, если бы вам дал 70 лав, я бы просто проиграл, у меня есть принципы в жизни, ради чего, а вот вы сделаете вывод, что вы не правы, и вы, когда не правы, должны извиняться, это комедия, то есть это искушение, у нас было как раз ровно два часа, знаете, как вот фильм, спектакль, театр, где-то это все всегда лимитировано, формат есть, двухчасовый, там уже цветы увялись, которые нас встречали, а мы в искушении спали, потом я вышел, женя говорю, нет, надо с этим что-то сделать, надо позвонить, куда следует, сказать, что за издевательство, а жена, как ясно, плоти, а амбиций, гордость твоя это говорит, что жена еще может сказать, что сиева может сказать, уже она-то меня знает, сканально, хотя в это же время Вадим говорит, да, да, надо с ним что-то решить, вот тебе и разберись, одна идея, три мнения, не иначе, как человеческая, искушение, и как бы инцидент исчерпан, но теперь, как только мы пересекаем, эту таможню, этот товарищ нас уже посет издалека, мы еще паспорт, там это, проходим паспортный контроль, последний раз, не знаю, тоже куда-то возвращались, я смотрю, я Ольга говорит, вот, 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 точно сейчас вот ты увидишь, вот, будем проходить, никого не проверить, я говорю, давай, ты мой чемодан бери, а я с одним маленьким портфелем, может не проверят, эй, что вы думаете, все с чемоданами большими, я с маленьким портфелем, он улыбается, я говорю, здравствуйте, заходите, я говорю, подружба старая, да, что угодно проверить, хотели бы, да, ставьте вещи, вот эту вещь, в этой вещи у меня была одна книжка, тетрадка и кошелек, ставьте, вот, готов бы сажать, а нечего, Ольга говорит мне, ну, что ты садишься, ты скажешь, а может мне самому сесть на этот транспортер, может тогда легче было бы вам никак, может там внутри у меня какой-нибудь героин там 3 килограмма, от переживания, и вот, вот, он, человек как бы тебя вот хочет дальше доставать, и мстить тебе, а уже нечего, а он говорит, да ты улыбайся, ты по-другому, вот, веди, а я не улыбаюсь, знаете, в искушениях как-то улыбался, женщина всегда предлагает очень тяжелые условия, да еще садиться в этот икс-рей, в этот рентген и проезжать туда, а вдруг повлияет на потенцию или еще что-нибудь, вообще тогда что будет, вообще хана, и я прошел, и вы слышите, опять вот внутри, неприятно, знаешь, когда тебе, просто конкретно ты знаешь, что есть в жизни человек, который тебя ненавидит, вот это есть человеческое искушение, вот это, у вас были такие вещи? вас тоже проверяли на рентген, да? Так вот, что нам делать с этими людьми, а? Мы должны победить. Дух Святой, он подкрепляет нас в немощах наше, и Бог не желает, чтобы мы упали, Бог желает, чтобы мы стояли и достойно прошли. Вы знаете, когда этот человек, который тебя искушает, увидит, что с твоей стороны нет ответной реакции, реакция закончится. Знаете, драка до тех пор, до каких пор идет, пока ты отвечаешь, пока ты сдачи даешь, пока ты злишь. Как две собаки, знаете, когда я вчера прогуливал, мусор выносил, так моя собака, когда по улице бежит, то собаки, которые у себя в усадьбе бегают, они, знаете, вот, забор, и они... Что, они удовольствие какое-то испытывают? Я не знаю почему. Типа, мне показалось, что мой пес, типа, говорит, а вы там за забором сидите, а я на свободе. А тебе говорят, а нам все равно здесь хорошо. Они что-то над своим собачьим что-то оторвались там где-то. А потом мой... И базар закончился. И все тихо собаки, они пошли к себе, вас не будут двигать. Понимаете, скандалы идет, пока мы ругаемся. И как только хоть одна из сторон, заткнется. И конфликты нечерпом. Значит, как победить искушение? Как вы позволяете кодинам? Правильно. Аминь. Американские, но... Фантастические слова. Шадап. Она как-то мягко звучит. Заткнется как-то грубо. Шадап. И все в порядке. Все в порядке. Когда мы жены ругаются. Но это тоже такая область, человек. Ты почему не смелы? Почему ты ванну не умеешь? Почему я в скользкую ванну должна залатить? Почему я в скользкую ванну, как в пекище? Я вдруг поскользнусь. Ты опять жидкий мелан. Что делать? Одному человеку просто взять и тебя нераслышать. И так и излитись, как нет. И уйти. Знаете, одному ругаться тяжело. Кто в своей жизни это пилижава? Когда тебя никто не излит. Адреналина нет. Адреналина нет. И даже если... А что, ты сам с тени, что ли, драться? А когда ты стоишь, еще злит тебя. Вот здесь же. Я тебе голову смею. Нет, ты ответишь. Я тебе смею. Я тебе птица, мадам. Я тебе отдам тебе. Нет, я тебе отдам тебе. И такая атмосфера, такого конфликта. А когда ты... А когда ты... И убежал. И галяв скучно хою. И галяв с кутина хою. Ругаться не ест. Ламотес, не было что. Друзья, для того, чтобы конфликта был исчерпан, надо кому-то одному. Выйти из игры. И искушение человеческое. И человеческое. Закончилось. Амен. Самое главное, друзья. После конфликта чувствовать высоту. Согласитесь, кто победил эту искушение, кто меньше сказал. Очень важная формулировка. Выигрывает в человеческих искушениях тот, кто меньше говорил. А тот, кто больше говорил, он проиграл, потому что он внутри чистый, что он пустой. Потому что от слов своих оправдаешься и от слов своих осутишься. Господь дает облегчение. Знаете, какие облегчения? В чем это облегчение заключается? Облегчение заключается в том, что Бог дает тебе как-то, как бы, объяснение или понимание. О несостоятельности твоего противника. Дух Святой, он дает тебе какой-то логический просвет. И ты стоишь и думаешь, ну ты стоишь, ты служишь Богу. У тебя высота. Он лает, он замолчит. Во вселенной от этого лаешь, ничего не сменится. Чего ты опускаешься? Приди мне. Вот это и есть облегчение. Когда ты начинаешь понимать несоответствие и неадекватность, скажем, вот этих двух сторон. И когда тебе это становится понятно, ты как-то по-другому все это воспринимаешь. Давайте посмотрим, как выглядят эти искусители человеческие. Псалом 139. Псалом 139. Псалом 139. Смотри, у Давида было куча вот таких вот людей. Избавь меня, Господи, от человека злого. И сохрани меня от притеснителя. О, эти человеческие искушения. О, эти злые люди. О, эти завистливые люди. О, эти коварные люди. Притеснители. Они, как стервятники, ждут, когда ты упадешь, и тогда они клевать тебя. Стервятники на идущих или стоящих людей никогда не садятся. Вот почему нам необходимо стоять твердо, в истине, стоять во свете, стоять в любви. Потому что на стоячих людей стервятники не садятся. Но как только ты упадешь, и шакалы тут же, и эти скрифы, и эти стервятники. Мы не имеем права падать. Мы будем стоять. Мы живые. Аминь. И Давид говорит, Господи, избавь меня от человека злого. От человека злого. Они злое мыслят в сердце. Всякий день ополчаются набрать. Изощряют язык свой, как змея. Яд аспида под устами. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Почему я это читаю? Когда ты попадаешь в искушение человеческое, и ты начинаешь связывать дьявола, ты делаешь ошибку. Понимаешь, в чем дело? Давид здесь не говорит о духовной браке. Он говорит, Господь, вот человек. Он замышляет злое. Я попрошу, разберись с этим человеком. Потому что язык у него, как яд аспида. Он мистец злое. Он стреляет невинного. Это неправильно. Господи, разберись с этим человеком. Потому что это инициатива принадлежит самому человеку. Гордые скрыли силки для меня и петли. Раскинули сеть по дороге. Тинета разложили для меня. Вот они человеческие искушения. Гордые люди. Злые люди. Завистливые люди. Скрыли силки для меня и петли. Раскинули сеть по дороге. Я вспоминаю, когда я был еще в 50-нической церкви. И знаете, там ни структуры не было. Там просто все вот так вот, знаете, чисто собрались, разошлись, помолились. Там был огонь, но там не было структуры. И в то время, как начали приезжать, в то время, как стали приезжать иностранцы, финны приезжали, приезжали американцы. И получилось так однажды, что никого не было из руководителей, и несколько американцев приехали. Приехали, служение закончилось. А куда они им дотались? В то время мы с гостинцами не дружили. В то время чисто все только по домам. Я посмотрел, попросил. Говорю, вы не могли бы? Не могли бы это принять? Нет. Ну и пришлось на Киршу. Дом, это где мои родители жили. Ну мы собрали и повезли. Покормили. Поговорили, спать уложили. На следующий день. На следующий день. Меня окружили. Вот, вот, тут бывает вот такой человек. Ну они облечены. Мои друзья, вот, которые рядом стояли. Сколько денег ты снял с них? Сколько денег ты снял с них? Чего умный нашелся? Типа, знаете, как бандиты. Типа делиться надо. Я говорю, какие деньги? А что ты прикидываешься? Знаете, люди судят в меру своей испорченности. И ты иногда становишься просто в таком дурном положении. А что вы не взяли их? Ну сняли вы, если вы работаете в этом стиле? Ну пожалуйста, берите, кормите и встретите. А что же вы не взяли их? Мы это знаем. Они меня до слез довели. Вот знаешь, когда ты говоришь, как вы можете такое мыслить? А вот стилки такие, знаешь, мы специально тебе подбросили ситуацию. Ты их взял, а мы потом тебя еще и пришлем к ракету. Чужие, для меня вообще репутация, это вопрос номер один. Я говорю, ни копья не взял. Мы тебе не верим. Четыре человека, мы сидели в машине, и они меня вот так вот судят, изощряют язык свой, обвиняют. И ты стоишь просто, да вы что, ребята? Если бы это были какие-то чужие, не было бы так обидно. А когда вот твои вот служат, вот молятся рядом с тобой, и тебя начинают вот так, вот ты там это... Единственное, я тогда стоял вот чисто как по этому псалму. Знаете, братья, есть только одна опора, что Бог все знает. Вы верите Богу, и я верю Богу. Если вы хотите истину знать, помолитесь Богу. Потому что он видел, что там, творится все. У меня перед Богом руки чистые и совесть чистые. Если вы говорю, не верите этому, вообще это ваши проблемы. Я вышел и думаю, как неприятно. Как неприятно. Когда тебя обвиняют и заслужено. И в этот момент просто, мой же Бог, объясни этим людям, где правда, а где неправда. Человеческое искушение, оно... Знаете, на что рассчитано? Чтобы твое достоинство разрушить. Чтобы тебя в грязь топтать. Чтобы сказать, ты дерьмо последнее. Чтобы у тебя желание проповедовать нас в следующий день вообще уничтожилось. Чтобы ты потом выходил и говорил, Пошли они все. К кому говорить? Кто вот, если рядом стоят и тебя упрекают? Да что проповедуют? И вы знаете, сколько раз я чувствовал, что все эти человеческие искушения рассчитаны на уничтожение моей личности. Раз. На уничтожение моего служения. Два. На разрушение вообще моей судьбы. Три. Но Бог заинтересован, чтобы мы в этих искушениях могли стоять твердо. Посмотри, какая молитва. Я не хочу падать. Я не хочу падать в искушение. Я не хочу, чтобы люди могли ломать меня. Поэтому мы ходим перед Богом. И никто не заткнет нам урок. Чтобы мы проповедовали, молились и служили Богу. Мы проходим достойно. Потому что мы от Бога рассчитываем получать награду. Следующий стих. Я сказал Господу. Ты, Бог мой. Услышь, Господи, голос молений моих. Господи, силу спасения моего. Ты закрыл голову моему. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха злому замыслу. Они возгордятся. Если у них успех будет. Господи, не дай им успеха. Это не проклятие. Господи, останови этот злой, нечестивый замысл. И что вы думаете, Бог отвечает? Господь слышит молитву праведника. Господь отвечает. И во время этого испытания Он дает облегчение. Для чего? Чтобы мы могли достойно это испытание пройти. Силою возлюбившего нас. Что меня утешало в этот момент? Друзья. Питают ко мне антагонизм. Другим людям. По палансу. А знаете, что в этот момент? В чем нуждается человек? Чтобы кто-то тебя любил. Чтобы кто-то тебя понимал. Чтобы кто-то тебя поддерживал. Так вот, друзья. Хоть кто пусть из людей отвернется. В нас есть сила любви. Сила возлюбившего нас. Иисуса Христа. И вот что нам помогает проходить через искушение? Это сила любви Божьей. И когда ты приходишь к Богу. Плачешь, Бог. Меня этот не понимает. Меня обвинили бы этого. Что, Господь? И в это время шалом. Такой мир. Такая любовь. И Бог говорит, я люблю тебя. Я на твоей стороне. Я держу тебя за правую руку. Я вижу твою искренность. Я вижу твое чистое сердце. Я защищаю тебя. Друзья, вот что помогает нам в искушениях устоять. Это Божье прикосновение и Божье признание. И когда Бог прикоснулся к тебе в молитве. Когда Бог восстановил твою достоинство. Когда Он сказал, что ты не дерьмо. Ты сын мой возлюбленный. В котором мое благоволение. И с чистым. Я поступаю чисто, с искрением. Я поступаю искренно. То, друзья, тогда ты уже встаешь после молитвы и говоришь. Если Бог за нас. Кто против нас. Аминь. Человеческое искушение. Друзья, если Бог меня любит и Бог свидетельствует об этой любви. Я перешагну через все антипатии. Я перешагну через все страсти мордасти. Вы помните во время царства Артаксерса. Там был такой Мордохей. Муж Божий. А возникло человеческое искушение. Вот найдется обязательно один вот такой засранец. Который вот станет на пути, чтобы уничтожить тебя. Вы знаете, друзья, вообще, что здесь происходит? Искушение – это расчет на уничтожение. Искушение – это как раз человеческий расчет, чтобы тебя кинуть. Чтобы тебя сбить. Чтобы тебя уронить и растоптать. Но мы все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Мы знаем, в кого мы уверовали. Если бы я вам перечислил, с какими людьми мне приходилось сталкиваться. Во время баптистского периода. Во время пятидесятнического периода. Во время вообще вот этого нашего существования в Латвии. Господи, через скольких людей нам удалось перейти и перешагнуть с тем, кто нас любит. Люди, которые тебя на части готовы были разорвать. Люди, которые были, тебе не прожить здесь еще три ключа. И от тебя ничего не останется. Мы к шести пророкам ездили. И все пророки свидетельствовали одно. Ты падешь. От твоего служения ничего не останется. Как ведьмы. Хотя за пророков выдавали. Слава тебе, Господь. Мы все преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Человеческие искушения, друзья, это не так страшно, как нам кажется. Друзья, у нас Бог, Он выше человека. Кто такой человек, что ты боишься Его? И сын человеческий, что ты страшишься Его. Господь дает дыхание, заберет дыхание. И от него ничего не останется. Аминь. И вот представляете себе. Аман, премьер-министр. Ходит, величается. Все перед ним кланяются. Кроме Мардахея. А тут сидит, типа я тебя не вижу. Я тебя не слышу. Ты что, не видишь, что я прошел? Ты что, не видишь, что я прошел? Молчишь? Ты понимаешь, твое достоинство раздражает многих недостойных людей. Ты понимаешь? Твое достоинство, твое благородство, Твоя принципиальность, она может раздражать очень многих непринципиальных, недостойных и неблагородных людей. И тот домой пришел к жене. Ты представляешь, этот скотина жит, сиет, дрожит и мне не поклоняется. А жена говорит, успокоюсь? Успокоюсь? Это человеческие искусы. Это человеческие искусы. Это человеческие искусы. Все. Подошел к царице, говорит, мне даже не закон выпустил. И писатель говорит, мало ему показалось, Мардахея убить. Давайте убьем и уничтожим весь израильский народ. Вот что такое, во что может вылиться человеческое искушение, если это человек политик. Сегодня очень много законодательных актов. Есть не что иное, как амбиции отдельных чиновников, возведенные в закон. Вы понимаете, что такое политика на сегодняшний день в Латвии? Это амбиции отдельных чиновников, возведенные в закон. Откуда законы берутся? Из-за разгневанных, раздраженных политиков. И все. Убить и уничтожить. Представляете себе? Представляете себе, какая ситуация? Геноцид. Карательные отряды. Мы не знаем, о чем молиться. Но Дух Святой. Ходатас. Три дня постаны значили. И молились Бог Великий. Помоги. И Бог не даст сверх сил. Бог даст облегчение, чтобы мы прошли достойно. Чем все это закончилось? Виселица, которую Аман приготовил для Мардахея, стала собственным орудием казни. И на этой виселице его сдернули. Собственную ручку. Друзья, если Бог за нас, кто против нас? Я это говорю сейчас к тем людям, которые сегодня ведут тяжбы. Или это начальник. Или это сосед. Или это таможенник. Или это дворник. Я не знаю. Или это твой коллега. И ты думаешь, что делать с ним? Проходи достойно. Молись Богу. Веди себя спокойно. Не ругайся. Не лазься. Благословляй им все. И говори, Господь, не дай успеха его замыслам. Господь, не дай ему успеха. Не дай успеха. Я твой сын. Я благословляю твое святое имя. Помоги мне достойно пройти это искушение. Чаще встречайтесь с Богом, который будет тебе говорить, я люблю тебя. Я помогаю тебе. Я на твоей стороне. Вы знаете, когда Дух Святой тебя утешает, никто, никакие лекарства тебе уже не понадобятся. Никакие звонки. Я с тобой, брат, держись. Еще семь лет пустыни. И все закончится, будет старая. Это уже тебя не греет. Тебя греет, что Бог пришел к тебе. Я люблю тебя. Я благословляю тебя. Ты все сможешь. Ты пройдешь. Ты лучший. Аминь. И у тебя внутри уверенность. Самое главное, никому не позволишь разрушить твое достоинство. Второе. Никогда никому не позволишь разрушить твое призвание. Продолжай делать дело, которое тебе Бог портил. И третье. Никогда не позволь никому похоронить твою судьбу. Я чихал на всех гробокопателей и всех могильных работников. Нам на кладбище делать нечего. Наш Бог, который дал нам призвание, Он благословит нас. Аминь. И в заключение, друзья, я уже сегодня свидетельствую. У меня сегодня в проповеди гораздо больше свидетельств, чем в теологии. Почему? Я хочу помочь сегодня многим из нас, потому что человеческие искушения мы должны пройти достойно и победить. Мы должны победить. У нас есть важный. У нас есть важный. У нас есть важный. Мы должны победить эти искушения. У нас есть важный. Смотрите. умертвить его. Во какие человеческие искушения. Лично он просто хотел разорвать на части Давида. Во какая ситуация. И ты живешь всем пополам, а вот весь самолет прощал, а это на тебя как раз вот сейчас падает вот этот ненависть. Я армию помню. Один прапорщик, он мне везет с ними. Он меня так возненавидел. У нас была кадрированная часть, то есть у нас было 60 солдат, 80 офицеров. Ну такая консервированная зенитная в общем часть была. И, представляете, там офицеров так много. Офицеры, там полковник проходит, те за руку скажут, поздоровится и скажут, ну как солдаты делают, все в порядке. Прапор идет. Товарищ солдат, почему честь не отдают? Ну я знаю, кому честь, там прапорщик. Ну понимаешь? А ну-ка, пройтись. Один такой был, вот с греческого, говнистый. Венц был так, суда бралс. Такой нехороший. Так, нелампс. И когда в наряд уже вот распределяли, солдаты все молились, чтобы вот с этим вонючиком не оказаться в одном наряде. А поскольку я работал на ГСМ, вот, на бензоколонке, это автопарк, а он был тоже какой-то водила. И короче, у нас всегда вот какой-то период два месяца, я не знаю, это был ад. Когда объявляют, кто в наряд идет и кто с кем. Рядовой Ледяев и этот прапорщик Табуреткин. Это все, я думаю, петля. И вот представьте, как он надо мной издевался. Я кричал, Бог, Бог, вздерни его. Бог, что-нибудь сделай с ним. Почему он издевается? Знаете, рабочий день заканчивается. Это автопарк, это просто, вот, зеленая зона, вот, машины стоят за водой. Никого нету. И ворота. Причем в городе часть-то там, была бы там Чечня. А это был, это знаете, где было, под Киевом, это, где я служил? Житомир, город Житомир. И, и вот он. Товарищ солдат, изучайте устав. В два человека сидит. Знаете, когда вот в этой бытовке там сидят. Обычно, когда разговаривают о жизни, кушают там. Что они говорят? А здесь, товарищ солдат, учите устав. Это не хуже, они все одинаковые. Вот если собрать, таможенник, вот этот прапорщик, они как будто все на одно лицо, как болезнь дауна, она всех одинаковыми делает. Так вот эти все искусители, они какого-то одного духа все. Устав, какой устав? Четыре часа смены в помещении. Четыре часа, там или два часа, сколько там в наряде? Возле ворот. Как два часа? Возле ворот. Никто же не ездит. Все закрывает. Не задавать вопросов. И вот ночь, представляете, с двух до четырех, когда все нормальные, в караульные спят, когда все в наряде спят. Я как идиот, без оружия, без ничего. Он сидит там. Вот просто, вы знаете, когда правильные люди, аж противники. Ну, где надо, там надо. А здесь, ну, такая шарага. Нет, здесь должен быть порядок. И вот он сидит, урод, а я как второй урод возле ворот. Ни машин, никто, птички летают. Я не знаю. Я тогда думал, что мне делать? Я-то не был крещен Духом Святым. Вы скидку-то мне сделаете. Я стоял с двух до четырех ночи. Обычно это лофа, там отдыхают. А здесь после наряда приходишь он с такой башкой. Да главное, что мало физически. Морально он тебя просто вот истязал. Он просто истязал. И что вы думаете? Он умер прапорщиком. Я к чему это? Может, над тобой этот прапорщик раздеваешься? У тебя преимущество, что ты крещен Духом Святым, можешь исполняться Духом Святым и приходить в церковь в новом поколении. Я в армию в новом поколении не ходил. А у тебя есть такая возможность прийти, подсорядиться и уже пройти достойно. Аминь. Смотрите, Саул возненавидел. Вот человек, враг человек. Стеречь дом его послал и молится, Давид, избавь меня от врагов моих. Боже мой, защити меня от восстающих на меня. Вот они подстерегают душу мою. Собираются на меня сильные не за преступление моё, не за грех моё, без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнешь на помощь и возрежешь. Ты, Господи Божий сил, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют как псы, ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим и в устах их мечи. Ибо, думают они, кто услышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними. Ты постромишь все народы, сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих. И пятнадцатый, вот что такое оптимизм веры. Ну и пусть возвращаются вечером, и пусть воют как псы, и пусть ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. вот она молитва, вот она сила, сначала ты говоришь о врагах, которые подстерегают, ненавидят, которые хотят уничтожить, а потом ты начинаешь понимать, что есть Тот, кто любит тебя. Сила возлюбившего, сила Божьей любви, она в тебе, а это значит, Он ревнитель, Он не отдаст тебя на растерзание этим людям. И ты говоришь, я буду с раннего утра, слава Господа, я буду смотреть на врагов и Бог защитит меня. Аминь. Друзья, после проповеди я буду молиться, и мы будем молиться, чтобы все мы могли пройти искушение человеческого плана, любого плана. Аминь. Последняя иллюстрация, это опять семейные наши проблемы. Много лет назад, когда мы еще жили в малосемейном общежитии, мы в семье рассуждали, мы спрашивали детей, как бы вы хотели, чтобы у нас был дом, я честно говорю, хотел четырехкомнатную большую квартиру, а дети говорят, как у бабушки, мы хотим дом. И вот мы все с семьей молились, а Господь решал, что же делать. И вот Бог ответил, как вы думаете, кому Он ответил? Естественно. Детям. И в это время, знаете, получилось так, один из баптистов, среди баптистов, один человек попал в такую ситуацию, что ему, ему, как бы хотели перекрыть дорогу в Соединенные Штаты, как раз это была иммиграция. А ему нужен был гарант. И тот город, куда он ехал, как бы о нем сказали, что он плохой человек. Ну, у баптистов есть своя там гаранация, добра и зла. И надо же тому случиться, он звонит ко мне и говорит, нам поговорить надо, я приехал туда. Он говорит, вот я уезжаю, это дом на Деглова 78, держу. Как дома приходят помазанникам, вот я рассказываю вам. Он говорит, я уезжаю в Штаты, и мне нужен гарант. Я слышал, что у вас там в Штатах есть друзья, и не могли бы вы помочь мне достать этот гарант. Если вы поможете мне определиться где-то в церкви, то вот этот дом, в котором я живу, я переписываю на вас генеральную доверенность. Этот дом стоит вот такую сумму, и если этот гарант соглашается выплатить, походу, то, пожалуйста, я готов. А я как раз, этот разговор состоялся как раз накануне моего первого визита в Штат. А до этого к нам приезжали много гостей, в частности, из Пенсильвании. Я помню этих друзей. Я говорю, хорошо, мы договоримся. Я, уже будучи в Америке, разговаривал там с людьми, и эта церковь согласилась принять семью. Вот есть такая практика, когда мигранты ехали в Штаты, там церкви американские, они принимали семьи, многодетные семьи. И я договорился, и сказали, что вот, пожалуйста, когда они будут в Италии, тогда через Италию ездим, пусть они обратятся вот в этот отдел, там будут вот такие наши представители, и мы принимаем эту семью к нам. И расчет идет потом за этот дом. Как бы все в порядке, все договорил. Я привез эти гарантии хозяину, хозяин говорит спасибо, пишет гарантию, эту доверенность, и мы всей семьей с маленькой однокомнатной малосемейной общежитии комнаты переезжаем в этот большой пятикомнатный дом на Деглова 78. Это было такое счастье. Хозяин уехал, имея на руках вот это письмо. Мы живем месяц уже, радуемся, обустраиваемся, живем два, три, и вдруг звонок с Америкой. Звонит хозяин и говорит мне злым голосом, где мои деньги? Ты живешь в моем доме, где мои деньги? Я говорю, а откуда вы звоните? Он говорит, из Нью-Джерси. А что вы там в Нью-Джерси делаете, если мы договорились, что вы должны быть в Пенсильвании? Он говорит, я не дождался тех людей из Пенсильвании, с кем ты договаривался. И мне предложили другие люди, церковь, где я мог бы служить этим пресвитером. И я согласился. Вы знаете, что я ощутил? Я ощутил, как будто из-под моих ног все человеческие опоры выбили. Он у меня просит деньги, которых у меня нет. А те люди, которые пообещали ему деньги, в случае, если они встретились с ним, у них другая ситуация. Я звоню туда в Пенсильванию и спрашиваю, господа, как дело обстояло? Они говорят, мы были в Италии, мы выделили бюджет, мы уже объявили церкви, что в Италию едут представители нашей церкви взять вот эту семью, о которой Алексей нам сказал. Когда мы приехали туда, выяснилось, что этот человек прельстился каким-то предложением быть в какой-то церкви, а когда он приехал в Нью-Джерси, там оказалось пять вымирающих бабок. и он остался без бабок. Поэтому, когда наши люди приехали в Италию, мы взяли другую семью и весь бюджет, который мы спланировали, хозяину нашего дома мы отдали на другую семью, поэтому до свидания. Думал, вот это искушение. И вы знаете, я как будто был на пороховой бочке. Эти звонки, они регулярно звучали через океан, гневные. Ты живешь в моем доме, ты обманул меня, ты, я вас обманул. И вы знаете, мы жили сколько, два года, да? Два года. Это было жуть. Этот человек поднял такой скандал через своих друзей в ринге. Со мной встречались разные люди из религиозных церквей, как ты наглец. Ты нечестивый, ты, тебя мы выкинем из этого дома. Боже мой, что мне приходилось жить в этом? Но самое интересное, что когда я людей послушаю, жить не хочется. А потом ну как это послушать? Он сам меня пригласил. Он сам мне сказал. Я договорился, ты нарушил договор, что я могу сделать сейчас? А когда мы молились, Господи, а Господь как будто сверху улыбался и подмигивал, все нормально, не волнуйтесь. Потом он уже начал оскорблять нас, писать письма по всем пятидесятническим церквам. И все вот эти мои недруги, они как будто вооруженные приходили. И говорят, мы разберемся, мы тебя отсюда выбросим. Думаю, Господи, что за дела такие? А Господь давал мир, такой мир, такой мир. и уже будучи уже в этом доме, у Бога были планы. Сокращая, просто я объявляю, что однажды ко нам домой приехала пара из Баптистской церкви, и они говорят, все, этот дом не ваш. Этот хозяин переписал этот дом теперь на нас, то есть на другую пару. Бог ему не дал ни одного цента за этот дом. Он переписал его на других хозяев. Эти хозяева старенькие такие, сенька пара. Да, говорит, вам-то плохо, вы из большого дома будете переходить в маленький. А нам хорошо, мы из маленького домика из квартиры переходим в большой. Я стоял, у меня как будто хернение, вы не знаете Божью логику. Господа Баптисты, Бог, если переводит нас, Он переводит от веры в веру, от силы в силу. И если мы жили в маленьком малосемейном общежитии, Бог нас в пятикомнатный дом перевел, если нас Господь переводит дальше, значит, он с одноэтажного дома перейдет нас в двухэтажный. Я еще ничего не знал. Я просто знаю Божью логику. Если Бог ведет, Бог не может вот так, и потом кинет, и потом скажет, извини, Алексей, запутался с твоими благословениями. Здесь уже сам в искушение попал. Господь в искушение не попадает, Господь, дьявол в искушение в законе. И вы знаете, когда спророчествовал, они уже в коридоре были, и этот мужчина шнурки завязывает, и говорит, ну вот старуха, помрешь ты здесь в этом доме, и не поймешь, зачем мы переселились сюда. я свое пророчество сказал, а они свое пророчество сказали. И знаете, исполнилось и то, исполнилось и другое. Вы знаете, когда Бог помещает, не мое дело моделировать ситуацию. Я знаю, что это ситуация под Божьим контролем. Иногда ты даже вообще ничего не понимаешь, что ты делаешь. И мы вот заходим домой, ужинаем. Часто Ольга говорила, что попало, сто лет этот дом нужен, свалился. Ну мы же не специально воровские вот так вот задушили хозяина, в подвал пустили и живем теперь. Мы же не бандиты. Все же официально и цивилизовано. Ну а как это понимать ситуацию? Братья и сестры, вот кто-то может быть в такой ситуации сейчас, просто не понимаешь, что это. Но измена сплошна. Молись Богу, там нет измены. И вот этот напряг, вот эта непонятка, она скоро закончится. Самое главное не потерять внутри себя ощущение силы возлюбившего нас Иисуса Христа. Бог посрамит врагов. Мы даже сами не знаем. Может быть мы в этот момент являемся Божьей кувалдой для того, чтобы какие-то твердыни в сознании каких-то людей разбить в требеси. Ну а откуда ты знаешь? Поэтому не мешай Богу работать. Если ты любишь Бога, запомни, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Или как с греческого перевода звучит «Слава Богу за Бога, а если бы не Бог, не дай Бог». Подари Ему большие аплодисменты. Александр Ему 不是 看到 Бог потому что Бог за нас. И не надо страшиться. Самое главное, друзья, не потерять откровенных отношений с Богом. Мы все преодолеем силою возлюбившего нас, Иисуса. Он все еще любит нас. Он все еще на нашей стороне. Он все еще победитель. Он все еще хозяин. Он все еще убеждает нас, что ты смотришь на этих людей. Они сегодня есть, а завтра их нет. Что ты смотришь на эти обстоятельства? Они сегодня есть, а завтра нет. Илья, ну что ты плачешь под можжевелым кустом? Изавель, которая сегодня ищет тебя, ее завтра сбросят со стены, и псы будут лизать ее кровь. А для тебя я приготовил огненные колесницы, и ты достойный служитель, исполни волю мою на земле. Будешь вознесен на небо. Если Ирод сегодня поднимает руку, чтобы сделать ущерб церкви, завтра этот Ирод, великий император, его будут сжирать церкви. И никакая сила, и ни одно оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. Церковь пережила Римскую империю. Церковь пережила Неронов и Домиников. Церковь пережила Карлов, Марксов, Лениных и Сталиных. Церковь перешагнула через все исторические эпохи и барьеры. Вплоть до пришествия церковь будет представительством силы великого Бога и Царства Божьего на этой земле. Ты церковь, я церковь, каждый из нас в руках Божьих. Не бойся, он на твоей стороне, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя и завет мира моего не поколеблется. Говорит, милующий, тебя, Господи, тебе нечего бояться. Это человек, это временное явление. Ситуация под контролем. Доверяйся Господу. Вечером отворяется плачь, а на утро радость. И тот, кто сеял со слезами, он будет пожинать с великой радостью. Аллилуйя. Давайте соединим руки и помолимся, чтобы каждый из нас прошел достойно эти человеческие искушения. Господь даст облегчение. Господь не даст тебе быть искушаемым сверх сил. Дух Святой будет укреплять нас в немощах наших. Господь, я прошу Тебя, пусть никакому человеку не удастся разрушить достоинство, призвание, судьбу, помазание, радость. О, я прошу Тебя, драгоценный Господь, укрепи нас силою Твоею. Укрепи нас благодатью Твоею. Пусть каждый получит исцеление, пусть каждый получит утешение. Силою возлюбившего нас мы все преодолеваем. Ни меч, ни нищета, ни гонения не облучит нас от любви Божьей. Во Христе Иисусе, Дух Святой, храни нас, соедини нас. Ни ангелы, ни силы, ни власти, ни начальства. Нет таких причин, которые могли бы нас отлучить от любви Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok